Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Остаться в живых или спецоперация Кремля на всех фронтах? Ты понимаешь? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Сколько приближенных кормушки было ликвидировано с начала войны на территории РФ и за ее пределами? Это любопытно. Либо ты, либо тебя. Почуявшие запах крови Путина компания принялись зачищать свои ряды. Исходя из опыта товарища Сталина, надо убивать, уничтожать, убирать всех тех, кто является достаточно решительным человеком для того, чтобы рискнуть. После полномасштабного вторжения в Украину, кремлевскому шизофренику пришлось еще больше оглядываться и свести общение до минимума. Я часто это делаю. Теперь Путлер боится не только ковида, но и того, что кто-то решится устранить его физически. Путин человек страшный и более всего он не любит тех, кого считает предателем. Обещанных побед нет. Его угрозы оказались пустышкой. А украинская армия показала, что не уступает на поле боя якобы второй армии в мире. Я от вас это впервые слышу. И теперь, естественно, плешивому шизофренику не до смеха. Он чистит свое окружение. Хотя бы в своей стране пытается показать силу и меняет военачальников, как перчатки, в надежде найти того, кто приведет его к победе. Отец родной, Орел, сидящий на заснеженной вершине, защитник и борец с украинским фашизмом. Вот эта картинка сейчас ползет по швам. Потому что Орел оказался не в силах победить в несколько раз менее сильную, но зато в несколько раз более мужественную украинскую армию. Ну да, в 15 раз больше самолетов, в 15 раз больше танков. А победы все нет. За все эти пять месяцев кровопролитной войны РФ и против Украины, рашистские военачальники, которые не справлялись с поставленными задачами московского недофюрера, куда-то пропадали. Так бывает так в жизни. Ничего такого страшного здесь нет. На их место назначали нового и так далее по кругу. Первым пропал с радара в Шойгу. Впервые о пропаже министра заговорили 23 марта. На тот момент Сергей Шойгу не появлялся в информационном поле 12 дней. Все стали было думать, что его ликвидировали. Но нет, он снова появился на публике, но уже без кокарды и орденов. И довольно-таки потрепанный жизнью. Поговаривают, что после невзятия Киева и Украины за три дня у главного фаната тувинских шаманов пошатнулось здоровье. И не мудрено, ведь он-то лучше всех понимает, как расправляются в Кремле с неугодными. Герасимов тоже исчез после поездки в Украину. С радаров исчез глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. После него уже был и так называемый сирийский мясник генерал-дворников. Но никто и ничто уже не может напугать народ Украины. И тем более ВСУ. Никогда этого не забудь. Устраивать превселюдные порки за непобеды главный чекист умеет. И вот недавно глава Росавиации Александр Нерадько попал в больницу со странными травмами. Российский чиновник, дескать, упал с велосипеда, но был госпитализирован со множеством ушибов, гематомами на лице и переломом рёбер и таза. По официальной информации с официального сайта Росавиации Нерадько упал с велосипеда. Хотя сам потерпевший подтвердить этого не может, так как начисто всё забыл. Очень удобно. А главное, наверное, поучительно для других. Случайно себе всё, что только можно, сломал, да, куча ушибов, а на самом деле с велосипеда упал. Ну как вот так вот можно упасть, да, в сланцах он катался, да, ну ё-моё, ну кто в это поверит? В реальности это либо расплата, что чаще всего бывает, да, либо какая-то конкурентная борьба. Но тут самое главное, чтобы люди ничего не поняли, и для них это были не разборки политических банд или элит, а просто упал с велосипеда или убил жену, потому что уличил в измене, а потом сам с горя повесился. И это не выдумки неумелых сценаристов. Это та реальность, которая сегодня происходит в России. Чем хуже дела на фронте, тем слабее позиции Путина внутри своих собственных элит. Он, как и все, собственно говоря, советские лидеры, больше всего боится внутреннего заговора. Но начнём по порядку. С начала войны в России и за её пределами произошла череда жестоких убийств. Некоторые из которых были замаскированы под самоубийство. Но персоны, которые стали жертвами, заставляют усомниться в том, что это были просто не связанные между собой череда трагических событий. Вспомните Скрипалей. У него такая логика вполне мафиозная. Сохраняется такая вот внешняя консолидированность элит. Но на самом деле, конечно, они внутри себя ёрзают, пугаются, злятся, не понимают и боятся. За последние пять месяцев ушли из жизни семь очень крупных российских бизнесменов. Пять из которых имели прямое отношение к нефтегазовой отрасли. С начала года сразу несколько крупных российских бизнесменов ушли из жизни при странных обстоятельствах. На первый взгляд, всё это было похоже на волну самоубийств, которые были совершены на фоне ухудшения бизнеса и потери миллионов. Но это только на первый взгляд. Либо есть опасность того, что заговорят, либо есть уже опасность того, что начали говорить где-то, то тут, наверное, принимаются какие-то меры. Ну, то есть эти люди либо слишком много знали, либо что-то увели в бок, в свою сторону. Мы знаем, как кремлёвские КГБшники расправляются с теми, кто им не нужен или мешает. От банального инфаркта в купе до отравлений радиоактивным полонием. Ровно так же действовало ФСБ, когда, в общем, Литвиненко, которого отравили полонием, никакого мотива не было вообще. В принципе, и Скрипаля, который отсидел, кстати, в России. Но нужно было показать вот на том, на другом, что если кто-то дёрнется, то будет вот так. Такая себе показательная расправа либо же с неугодными, либо с писанными, либо предателями. Всё-таки многие из погибших имели непосредственное отношение к государственным нефтедолларам. И вполне возможно, слишком многое знали. То, что происходит, отражает полный развал системы ценностей в Российской Федерации. Не только правительство убивает людей, но и русские убивают русских ради экономической выгоды. За убийствами может стоять как правительство, так и недовольные сотрудники или конкуренты. Руководитель транспортной службы «Газпрома» Леонид Шульман покончил с собой в конце января, ещё до начала украинских событий. Тело Леонида обнаружили в собственной ванной в элитном газпромовском коттеджном посёлке в Ленинградской области. Рядом лежал канцелярский нож. Таинственная смерть газпромовского руководителя вызвала ещё больше подозрений после информации о предсмертной записке. В ней 60-летний госчиновник объяснял свой уход из жизни невыносимыми болями, которые он испытывал из-за травмы ноги. На поломанной ноге и правда был установлен аппарат Элизарова для сращивания костей. Но были ли это боли, которые заставились вести счёты с жизнью, теперь не узнает никто. Почему русские, возможно, убивают русских, связанных с «Газпромом»? Потому что там деньги. На второй день после начала войны, 25 февраля, в том же элитном посёлке было найдено тело ещё одного газпромовского менеджера. 61-летний заместитель директора отдела безопасности казначейства Александр Тюляков. Его обнаружили в гараже. Рядом вроде бы тоже лежала предсмертная записка, содержание которой уже предусмотрительно решили не разглашать, чтобы не нарваться на новые подозрения. Но, по словам свидетелей, Тюляков был сильно избит накануне. Кем и почему, не ясно. Вторая смерть в посёлке Ленинский. Совпадение? Не думаю. Третья смерть в те же дни произошла на территории Великобритании. 28 февраля на территории собственного поместья Венфорд в графстве Суррея в Великобритании было обнаружено тело бизнесмена Михаила Уотфорда. Полиция назвала смерть бизнесмена необъяснимой. 66-летний бизнесмен на самом деле выходец из Украины, который в 2000-х эмигрировал из страны. Его настоящее имя Михаил Толсташея. А сколотил он своё состояние на торговле нефтью и газом. Британские СМИ также отметили, что он был близким другом Бориса Березовского, которого в 13-м году нашли повешенным в своём собственном доме. В Лондоне Березовский якобы покончил с собой, потом Николай Глушков, потом там Александр Перепеличный. Это был информатор по делу Магнитского. Так что щупальцы кремля дотянулись и далеко за пределы Эрафии. Он просто шпион, предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие – предатель Родины. И подобные казни олигархов, или, как они сами говорят, предателей они наказывают показательно, так сказать, другим в назидание. Показать, что вообще никто не скроется, никто не спрячется. Ну, это похоже на акцию устрашения или мести. Четвёртая смерть случилась снова практически через месяц, 23 марта. Миллионера Василия Мельникова с женой и двумя детьми обнаружили убитыми в их собственной квартире в Нижнем Новгороде. Все четверо погибли от многочисленных ножевых ранений. Правда, в данном случае самоубийца не имел прямого отношения ни к нефти, ни к газу. Хотя вот частная фармацевтическая компания «Медстом», владельцем которой являлся 43-летний Василий Мельников, была постоянным участником системы госзакупок. Многие препараты компания импортировала. Все эти люди предположительно покончили жизнь самоубийством. Я думаю, что цель – запугать всех, кто выступает против Путина, дать понять, что если кто-то против, то погибнут не только они, но и их дети. 18 апреля умер бывший директор службы внешней разведки России Вячеслав Трупников. Умер в возрасте 77 лет. Казалось бы, преклонный возраст, но о причинах смерти официально так ничего сказано и не было. И здесь ничего страшного нет. Это вот такая у нас политическая возня происходит. И в этот же день шокирующее убийство в Москве в квартире на Университетском проспекте. Олигарх Владислав Аваев, в прошлом вице-президент Газпромбанка, а на момент смерти частный предприниматель, основатель компании РТ Карбон. Подробности убийства ужасают. Олигарх сначала из пистолета застрелил собственную жену, потом убил 13-летнюю дочь, а затем и себя. Я не верю в то, что он мог убить жену и дочь. Я считаю, что это инсценировка. Почему? Сложно сказать. Может быть, он что-то знал. Следователи РФ свели все к бытовым размолвкам супругов. Мол, были разногласия по поводу воспитания дочери и якобы измен жены. Серьезно? Но дальше больше. Только вдумайтесь. На следующий день, 19 апреля 22-го, на расстоянии 3500 километров, происходит похожее убийство. Тела российского олигарха Сергея Протасейни, его жены и дочери, были найдены в его доме в испанском Льорет-де-Мар. Женщины скончали вследствие ножевых ранений, а мужчину нашли повешенным. Два практически идентичных преступления. Двое мужчин, каждый из которых якобы убивает свою жену и дочь перед самоубийством. И они оба были связаны с компанией Новотек, управляющей российским газом. Совпадение? Не думаю. Вот этот испанский Протасейни вполне мог отрулить в свою сторону, да, и сказать, все, мы больше не друзья, вы теперь под санкциями, да. А они говорят, о, ну у нас так дела не решат. Ты ляжешь вместе со всей семьей, там, условно, да. И другим сигнал. В отличие от российских следователей, испанская полиция увидела факты, которые могут свидетельствовать, что у данного преступления есть заказчик. Женщины получили ножевые ранения во сне, однако никаких пятен крови на мужчине обнаружено не было. А кровавленные носки использовались в качестве импровизированных перчаток, чтобы не оставить отпечатков пальцев. Особенно по поводу убийства в Испании будут какие-то расследования. А с другой стороны, когда Россия их не будет проводить, иностранцам будет это очень сложно сделать. Сергей Протасеня с семьей эмигрировал во Францию еще в 15-м году, оставив должность главного бухгалтера компании «Новатек», второго по величине производителя газа в России. При этом уже на пенсии его состояние оценивалось в 400 миллионов евро. Причина, по которой могли быть убиты люди, связанная с энергетической компанией. Они ушли в оппозицию или сливают информацию на Запад, которая может помочь в введении санкций. Энергетические компании – это то, что кормит Путина. Мы видим с вами череду случайностей каждый день. Раз – топ-менеджер госкорпорации, какого-нибудь «Газпрома» или других каких-то крупных структур. Раз – и нашли мертвым. Раз – и семья у него пострадала. И вот это в общей череде сегодняшнего неспокойного времени с такой завидной регулярностью все возникает. В мае череду странных смертей олигархов продолжила кончина миллиардера Александра Суботина, бывшего топ-менеджера Лукойла. 9 мая миллиардера нашли мертвым в подвале у шамана в Мытищах, который практиковал ритуалы излечения от алкоголизма с помощью яда амазонских жаб. Сильнейший яд воздействует на сердце и поражает нервную систему. По свидетельству шамана Магуа, настоящее имя которого Алексей Пиндюрин, миллиардер прибыл на лечение уже в состоянии глубокого запоя. Обычный ритуал, который Суботин, по словам шамана, проходил неоднократно, в этот раз привел к тому, что его сердце не выдержало. От остановки сердца на приеме у московского шамана до падения на велосипеде. Абсурд и какое-то невероятное отупление общества привело к тому, что в стране творятся дичайшие вещи, которые никого уже не приводят в состояние шока. В Москве нашли 76-летнего генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева. Тело силовика, как пишут, нашли на лестничной клетке в доме на Качалинской улице. Рядом лежал пистолет ТТ. В правоохранительных органах знаете, о чем сообщили? Что вот этот самый Лобачев страдал тяжелым заболеванием. И также сообщили, что он сам с собой покончил. Топ-менеджеры Газпрома, генерал-майор СВР, генерал-майор ФСБ. Народ в РФ и думает о том, как бы добыть на пропитание. А кремлевские элиты под шумок войны расправляются с неугодными. И делают так, чтобы свидетелей их преступлений было как можно меньше. Он начинает, как я понимаю, уничтожать всех людей, которые ему кажутся достаточно сильными, вокруг. Но правду скрывать становится уже невозможно. И надежды на спасение у кровавых палачей просто нет. А те безнадежные поездки в Иран в надежде выпросить беспилотники в очередной раз показывают, в каком плачевном положении оказался кремлевский шизофреник и его страна. Люди дерутся за продукты. Выносят с перекрестка просрочку, и люди просто накинулись. Дать мне сейчас там убьют друг друга. Вот такой жизнь мне боюсь. Изгои и убийцы. Единственное, что они должны понимать сегодня, это то, что с ними расправятся так же, как до этого они убирали своих политических конкурентов, или, как они предпочитают говорить, предателей Родины. И сегодня верхушка путинского режима скорее больше всего озабочена тем, как им дожить до суда в Гааге. Ведь шансы на это с каждым днем стремятся к нулю. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! 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 Продолжение следует...